Пётр Иванович в районе Девятовки живёт уже больше трёх лет. За это время изучил все здешние тропинки и тактильные указатели. Молодой человек общается с миром в основном на ощупь, но жить полноценную жизнь — это вовсе не мешает. А ориентироваться в пространстве, говорит, можно по-разному. Опять же, есть для смартфона специальные программы навигационные, которые тоже помогают. Можно проложить маршрут, либо просто поставить точку, как в режиме отслеживания так называемого. То есть программа будет просто говорить, на каком расстоянии и в каком направлении находится заданная точка, которую я выбрал, например, для отслеживания вход в какой-нибудь магазин, скажем. В Гродно идёт большая работа по созданию безбарьерной среды. Тактильная плитка и направляющие появляются у поликлиник, аптек, магазинов и культурных объектов. Упор в этом направлении делают как раз на Девятовку. Здесь проживает больше всего инвалидов по зрению. С 2021 года в этом микрорайоне проложили логичную тропиночную сеть, которая соединяет все важные объекты, начиная от женской консультации, заканчивая мини-рынком. В 2024 году данные работы будут уже полностью завершены. И будет осуществлена укладка тактильных направляющих и предупреждающих элементов к городской поликлинике номер 6, а также к жилищному фонду по улице Держинского, где проживают инвалиды. Ну и кроме того, будет осуществлен пешеходный переход для инвалидов по зрению в районе торгового центра «Алми». В эти дни все направлено на то, чтобы создать максимально комфортные условия для социализации людей с нарушениями зрения. Большинство проектов организуют специалисты «Белтис». Уже традиционным стал конкурс художественного чтения по системе Брайля. В этом году в нем участвуют 15 человек. Оценивали конкурсантов по строгим критериям – дикция, темп, артистичность. Вижу, как именно растет, кстати, их уровень. Да, и к Брайлю у них свое отношение у каждого. Кто-то его любит больше, кто-то не любит. Это мы чувствуем. Мы в жире все это дело видим и чувствуем. Как, что, почему. Конечно, они слабовидящие люди, они чувствуют немножко по-другому этот мир. Шрифтом Брайля читают и пишут все незрячие люди. Но если речь идет о художественных произведениях, то на замену этой системе пришли аудиокниги. Есть проблема в том, что в какой-то степени немножко уходит от нас Брайль. А на самом деле человек, пользующий Брайлем – это люди-интеллектуалы, потому что это и мелкая моторика, потому что мы читаем руками тех, кто читает по Брайлю. И это опять-таки развитие мозговой активности и так далее. Поэтому и школьников мы всегда привлекаем, потому что это опять-таки их развитие. Тем не менее, шрифт Брайля используют и в повседневной жизни. Сейчас очень активно продвигается подписывание, допустим, лекарственных средств с помощью шрифта Брайля. Поэтому, так или иначе, я с ним все равно сталкиваюсь. Очень такая стала популярная тема – подписывать кабинеты, а также расписание работы того или иного кабинета в госучреждениях шрифтом Брайля. Безбарьерная среда продолжает развиваться. Тактильная плитка, мнемосхемы и речевые информаторы будут появляться на улицах города и дальше. А все новые микрорайоны уже строят с учетом доступной среды для каждого. Анна Соловей, Вероника Цыганок, Василий Мальцев, Алексей Сокута. Новости Гродно+. Новости Гродно. 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 Продолжение следует...